Итак, будем ли отменять льготы для многодетных семей? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня в студии депутаты областного собрания Екатерина Поздеева и Александр Дятлов. А что это вы здесь делаете? В прошлый раз мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, нужно ли дополнительно поддерживать многодетные семьи в Архангельской области. И вот какие результаты мы получили. 80% нужно увеличивать финансовую поддержку посредством введения новых льгот. 12% нет, нужно оставить все как есть, дополнительных мер не нужно. И 8% затруднились ответить. В общем-то, большинство жителей Архангельской области считают, что многодетные семьи надо поддерживать. Более того, их нужно поддерживать дополнительно, а уж никак не сокращать никакие меры поддержки. Мы в свою очередь считаем, что крайне востребованной мерой будет введение компенсации проезда многодетных семей к месту отдыха. Гордость надо иметь, что мы беднее других. Ведь вывести семью на отдых в среднюю полосу или на юг выходит огромная сумма. А ведь оплатить надо не только билеты, но и проживание, и даже питание. Такое обращение на федерального министра труда и социальной политики Топилина Максима Анатольевича мы вносим на предстоящую сессию Архангельского собрания. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Чтобы оплата проводилась до места отдыха на территории Российской Федерации. Это несправедливо. Я думаю. А ты меньше думаешь. В среду на сессии Архангельского областного собрания был принят в первом чене законопроект, по которому отменяется льгота для чиновников об оплате отдыха за пределы Российской Федерации. Ой, ребятки, что-то мне все это не нравится. Кстати, вот эти средства можно было бы и направить для поддержки и для оплаты отдыха для многодетных семей. Кстати, о детском отдыхе. В этом году на 35 миллионов рублей меньше выделен на летний детский отдых в Архангельской области. Это что за новости? На сайте электронного сбора подписей 5 дней назад жители объявили сбор. На сегодня собрано порядка 300 подписей. Люди просят восстановить финансирование летней и здоровительной кампании на уровне 2014 года, оплачивать путевки не менее чем 50% их стоимости. Кстати, муниципальные образования Архангельской области заложили прежние суммы на летний отдых. Но в связи с тем, что из областного бюджета денег пришло гораздо меньше, они не могут выполнить полностью свои обязательства. Поэтому администрация города Северодвинска обратилась к правительству Архангельской области с предложением внести изменения в областной бюджет и увеличить размер субсидий муниципальным образованием на организацию детского отдыха до прежнего уровня. Ну и к слову, федеральные власти тоже говорят о той ситуации, что сложилась во всех практически субъектах России на сегодня. И вроде бы тоже подумывают о том, чтобы добавить дотации на уровень субъектов по оплате вот этого отдыха. И еще одна, наверное, не очень приятная новость, вызвавшая резонанс на текущей неделе. С апреля инвалидам, проживающим в приватизированных квартирах, прекратили выплачивать компенсацию за содержание жилья. Отмена компенсации стала полной неожиданностью для нас, признаются в областной организации общества инвалидов. Самое печальное, что звонят в основном больные пожилые люди, то есть самые незащищенные. Люди в полной растерянности. К пенсии, как они говорят, добавили 600 рублей, но тысячу из кармана тут же вытащили. Ты меня в гроб вгонишь. На этой неделе в городе Северодвинске ввел прием и приходили представители общества инвалидов и, в общем-то, обращались с просьбой восстановить прежнюю льготу. По словам Николая Мякшина, председателя Союза общественных организаций инвалидов региона, несколько лет назад вопрос подобный тоже обсуждался бурно, но тогда удалось убедить власти сохранить льготу по содержанию жилья для тех граждан с инвалидностью, кто приватизировал свою квартиру впервые. Мы пришли к соглашению, что сделать это нужно, по крайней мере до тех пор, пока не закончится период приватизации в стране. И по март 2016 года эта льгота действовала. Напомним, приватизацию жилья в России продлевали несколько раз. Вначале сроком ее окончания называли 1 марта 2007 года, затем 1 марта 2010 года, 2013 года, после дату передвинули еще на два года. Но и в 2015 году приватизация не была завершена. Сроки опять сместили на год. И вот теперь вышел новый федеральный закон, согласно которому определил уже новый срок, 1 марта 2017 года. Но раз приватизацию продлили, то наши инвалиды считают, что соответственно должны продлить и выплату этой компенсации. Подняли! Оттянули! Стоп! Хорош! Крепи! Вообще тенденция настораживает. То есть только в нашей передаче мы обсуждаем темы, где пытаются сократить льготы для многодетных семей, льготы для детей, которые едут отдыхать и льготы для инвалидов. Все время говорят об адресности, о помощи самым несчастным и самым обездоленным. В итоге вот те категории, которые пытаются льгот лишить, я бы к такой категории и отнес. Да при этом мы говорим о том, что мы сокращаем зарплаты чиновников, мы сокращаем льготы для их проезда. Интересно, куда же деваются эти деньги? Так, интересненько. Сейчас как раз публикуют декларации, в частности и федеральные чиновники. Так вот, у всех федеральных чиновников практически в этом году зарплата выросла. Так вот, самые достойные пройдут круг почета в маскарадных костюмах. Более того, Москва стала третьим в мире городом по количеству миллиардеров. Может деньги уходят в этом направлении? А сегодня уплыл на остров. Я думаю, что федеральным чиновникам пришло время поделиться с простым народом, для того, чтобы они смогли спокойно и нормально выжить в этой ситуации кризиса. Поделиться своим опытом, каким образом в стране у людей все льготы отменяются, а благосостояние наших федеральных чиновников, тем не менее, продолжает расти. Что ни день 100 грамм, что ни день 100 грамм, а то и 150. При этом все жалуются, что вроде бы кризис и зарабатывать стало гораздо сложнее. Ну и переходим к сегодняшнему опросу, который звучит следующим образом. Надо ли сохранить меры социальной поддержки инвалидов по содержанию жилья для тех граждан с инвалидностью, кто приватизировал свою квартиру впервые? И три варианта ответа. Да, сохранить. Нет для них есть новые льготы по капремонту. И третий вариант. Затрудняюсь ответить. Свои ответы вы можете присылать нам в социальные сети Facebook и контакт Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На своих экранах вы видите адрес электронной почты, на которой мы также ждем ваши отзывы. А ответить на опрос, озвученный сегодня, можно на сайте Двинаинформ. До свидания и всего вам доброго. До свидания. Здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать.